О пропавших в зоне золотого треугольника казахстанцах рассказали в МИД. Официальный представитель Айбек Смодьяров предупредил всех, кто хочет поехать за рубеж на заработки. МИД предупредил казахстанцев, прежде чем выезжать за рубеж на работу, следует очень внимательно изучить все контракты. Вся работа ведется через соцсети, входит в доверие, за основу выбирает молодых людей, рассказывает, что работают в крупной корпорации, рассказывает о том, что жизнь малина, зарплата хорошая, проживание, питание и так далее. Как выразился Смодьяров, далее похоже на кино. Человеку оплачивают билет до Бангкока, сажают в лодку, 10 минут, вуаля, и ты в золотом треугольнике. У человека, попавшего в золотой треугольник, особо выбора нет. Либо оплати неустойку в десятикратном размере, либо работой. Двое наших граждан почти так же попали в трудовое рабство в так называемом золотом треугольнике Юго-Восточной Азии. Это не первый случай. Несколько месяцев назад одна из наших гражданок попала в такую же ситуацию. Мы всей страной помогали ей выехать оттуда, заявил Смодьяров. И вот новые жертвы. Эти двое граждан, которые обратились к нам буквально перед Новым годом, показания помощи, они около недели просили нас не разглашать их данные и вообще не давать эту информацию в СМИ. То есть не продавать огласки. Но, как вы знаете, родные очень переживали за них и начали обращаться в СМИ. Поэтому мы тоже пошли по таким путем и решили объявить об этой проблеме. По нашим данным, помимо этих двух, есть еще наши граждане, но это не подтвержденная информация. Ее очень сложно проверить. Поэтому, если вдруг наши граждане, которые находятся в этой зоне, читают либо видят новости из Казахстана, то рекомендуем им не скрывать о своем местоположении, обязательно сообщить.